Радио Кировград. Действительно, понедельник, 17 июля. Вас приветствует Николай Голиков и Владимир Сметанин. Несколько слов о втором части. Сразу признаемся, что вторая часть «Мужского понедельника» сегодня будет выходить в записи. А запись делалась накануне, в воскресенье. В воскресенье. Дело в том, что гости, которые были у нас вчера, они не могут сегодня, потому что они вернулись на родину, в Москву вернулись. А приезжали они к нам для того, чтобы поучаствовать в баркемпе. Баркемп состоялся в субботу в галерее «Прогресса». Это одни из многих, собственно, выступающих были. Я имею в виду Светлана Нестерова и Андрей Зверев. Внимание, преподаватели кафедры социологии и психологии политики. Московского госуниверситета имели Ломоносовой. Говорили мы как раз-таки о взаимоотношениях власти и общества, об образах будущего России, об образах политиков, о том, как выстраивать коммуникации между обществом и властью. И, кстати, эта тема перекликается у нас вполне с нашим разговором, который мы сейчас заведем. У нас снова ученые в гостях сегодня. У нас снова ученые, только представители уже нашего опорного Вятского госуниверситета. А он ничуть не хуже никакого МГУ. Во-первых, это Анастасия Горбушина, преподаватель кафедры практической психологии ВятГУ. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. И тоже преподаватель этой кафедры, но к тому же еще руководитель Центра психодиагностики и консультирования ВятГУ Сергей Дровосеков. Добрый день. Добрый день, Сергей. Вам как, чтобы немножко отвлечься, с политикой как-то связаны ваши научные работы? Они тоже находятся в сфере ваших интересов? Ну, у нас есть акцент, у нас есть дисциплины. Раньше читалась политическая психология, и, конечно же, юридическая психология, и организационная. То есть это группы политиков, менеджеров и так далее, и бизнеса. У нас есть такие дисциплины. Я так думаю, что как и психология пронизывает все отрасли деятельности человеческой, так и политика, она у нас везде, поэтому вы просто обязаны были пересечься. Так ведь? Ну, немножко другая специфика нашей деятельности. Вот планируется у нас открытие скоро магистратуры по направлению конфликтология. То есть здесь уже другие совершенно взаимоотношения, но и в политике тоже, конечно, это будет очень востребовано. Политика просто сведоточная конфликт. А там основная цель какая? Чтобы затеять конфликт? Или все-таки, чтобы его разрулить и избежать? Любой человек должен уметь, прежде всего, разрешать конфликты, препятствовать их возникновению и выстраивать очень грамотно деловые отношения. Это же очень важно. Ну, не только для политиков, но и для обычных людей. Вообще просто в жизни, да? Конечно, да. Жизнь, в общем-то, состоит из конфликтов. Без этого как бы и движения бы не было. Другое дело, как мы из них выходим. Конечно. Ну, повод для нашей встречи, я его озвучу. В самом конце июня в кировских СМИ появилась новость с заголовком. Примерно таким ученые из ВИАДГУ создали тест для выявления коррупционеров. Ух, ничего себе сказали мы. Себе. Именно так и сказали, да. И решили, собственно, создатели, это Сергея и Анастасия, этого теста или что-то не теста, сегодня пригласить. Мы хотим, чтобы вы сегодня подробно рассказали, потому что тема коррупции, она, ну, увы, как-то вот по-особому звучит в нашем регионе. Она актуальна не только в нашем регионе. Сейчас вообще вся страна с ней активно борется. Надо сказать, практически во все времена нашей страны. Во все времена, но... И не только в нашей, мне кажется. Вообще такая всемирная совершенно тема. Никто не ожидал, что произойдет в июне прошлого года. Да? Ну, как сказать, если этот тест, может быть, человек вовремя прошел, то, может быть, этого и не против. Итак, вы создали некий тест. И в новостях было сказано о том, что работа ведется достаточно давно, еще с 2012 года. В общем, мы хотим, чтобы вы подробно рассказали, максимально просто объяснили нашим слушателям и нам тоже, о чем идет речь. И почему именно вы взяли эту тему? Родоначальником, собственно, данного исследования является преподаватель нашей кафедры, доцент Корчагина Галина Ивановна. Да, в 2012 году она взяла аспиранку, нашу выпускницу, и была начата работа по диагностике, по изучению типологии, собственно, коррупционного поведения. И стоит отметить, что это даже не только тест, это определенная батарея тестов. Что такое батарея тестов? Батарея тестов. Это совокупность нескольких тестов. То есть много тестов, да? Это как артиллерийская батарея, это когда много орудий. И изначально, когда они начинали работать в 2012 году, эта тема только начинала появляться, именно изучаться в психологической сфере. По большей части коррупционное исследование обычно принадлежит юриспруденции. То есть на основании каких-либо законов выделяются вот эти нарушения, а в психологии эта тема была, ну, по сути, слепую. Недостаточная разработка. А почему именно тогда, в 2012 году? Какой-то конкретный толчок был? Или давно витала эта тема, и вот решили просто... Эта тема, как бы, это был интерес. Ну, тогда мы еще, наверное, называли это теневое поведение личности в организации. Был интерес и, как бы, было желание исследовать даже не именно в чистых коррупционеров, а какой тип людей к этому более склонен. То есть описывались черты, типы. То есть собиралась, как бы, методологическая база. И, значит, 7 февраля открылся центр, и у нас появилась возможность... Центр психодиагностики. Да, 7 февраля этого года? Да. И, значит, изначально мы работали над отдельной батареей тестов, но также у нас появилась возможность приобрести тест Вановской. Это питерская разработка. И мы решили... Вановская это... Вановская это... Вановская это кандидат психологических наук, да, из Петербурга. Мы приобрели эту методику и решили вкупе с нашими методиками добавить и провести исследование. Исследование мы провели в местах заключения свободы именно на тех, кто отбывает наказание за коррупционные и экономические преступления. То есть мы решили в первую очередь проверить тот продукт, который предлагает Петербург, на предмет того, насколько он измеряет то, на что он заявлен. И как раз, собственно, выборка испытуемых этому соответствовала. И также были добавлены наши тесты, которые мы сложили. И были проведены определенные статистические замеры. И мы сейчас выделили конкретно три типа, так сказать, личностей, которые к этому склонны. И сейчас мы их более подробно описываем. В ближайшее время, ну, где-то в течение полугода мы планируем конкретизировать, более подробно описать. И мы планируем выйти на конкретный программный продукт. — А, Сергей, вопрос такой. — Давайте поподробнее. — В колониях работали. Там люди осужденные за как раз коррупционное преступление. Ну, мы прекрасно знаем, что большинство из них говорит, да мы ничего такого и не совершали даже. Ваши тесты показали правдивость этих слов? — Мы выявляли не только именно то, что понимается... — Нет, ну, может быть, правда, человек совершенно честный по тесту получается. Вот он в колонии, да. Вот, может, он правду говорит, может, он правду ничего не брал. Были такие противоречия? — В данном случае уже как бы судить о их коррупционной устойчивости, уже в данном случае это уже юридическая их ответственность, да, факт уже, собственно, юридический есть. Но да, они показывают как бы низкие или средние показатели устойчивости к коррупционному поведению. И наша основная задача была именно исследовать не как бы коррупцию, а какой тип людей к этому более склонен. И оказалось, что вот в обыденном понимании это вот определенный просто тип людей, да, ну, предположим, там, жадный. — Давайте назовем. Ну, тип что, для примера? — Типы. — Ну, то есть можно по улице идти и сказать, о, он склонный идет. — Потенциальный коррупционер. — Как, я милого узнаю по колготкам говорили, как там еще, не помню. — Например, для первого типа, как ни странно, характерно очень высокий уровень саморегуляции, самодостаточности. То есть эти люди имеют, на самом деле, они как бы, они не глупые, они очень продвинутые, у них высокий интеллект, но все равно люди допускают какие-либо ошибки. А другая группа — это определенные как бы подстригатели, да, то есть они сами активно не вовлекаются, пытаются быть в тени. А третья группа, ну, это конформисты, да, то есть, ну, все так делают, и я за конформирую. — Все берут, и я беру. — Да, да. То есть и эти модели были конкретно проверены. То есть это как бы не умозаключение, это конкретный результат нашего исследования. — То есть вы сотрудничали с Управлением Федеральной службы исполнения наказания? — Да, и сейчас тоже сотрудничаю. — Как вы вышли вообще, как договаривались? — У нас в магистратуре училась магистранка, она имела опыт работы в силовых структурах, и, собственно, ей было интересно исследовать данный феномен в рамках ее магистрской диссертации, которую она, собственно, защитила на отлично. И, да, мы вышли на одну из колоний, где, собственно, совместно с психологической службой этой колонии мы предоставили методики, и было проведено исследование. — В Кировской области колонии? — Да, да, да. — Можем городом назвать, где находится? — А сейчас я точное название колонии не использую. — Ну, Чепецк, саморайон, там, Абутнинский, может быть, Вожнякамский, где вы были-то? — Так, если не ошибаюсь, не Чепецкая ли? — А может быть, Чепецкий у нас тоже достаточно. — По экономическим преступлениям. — Да. Давайте сделаем небольшую паузу, очень быстро продолжим скоро. Продолжаем нашу беседу с преподавателями кафедры практической психологии ВИДГУ. Это Сергей Дровосеков и Анастасия Горбушина. Вы участвовали в, собственно, разработке методик, уже опробованных методик, по выявлению склонности человека к взяточничеству, да? — Коррупции, скажем так, да. — Коррупция — это более широкая понятия. — У нас же опрос есть на сайте, в группе ВКонтакте, как раз по теме нашего разговора. Вопрос мы поставили так. — Как тестировать чиновников на склонность к коррупции, я считаю, двоеточие, и три варианта ответа. Правильным, второй вариант — неправильным, и третий — я в достоверность таких тестов не верю. — Голосовать, как обычно, можно и на нашем сайте, хакиров.ру, и на нашей странице ВКонтакте. И там, и там лидировать варианты ответа, кстати, правильно. Правильно тестировать чиновников на склонность к коррупции. Еще до того, как они, собственно, да, наверное, приступают к своим чиновничьим обязанностям. — Желательно, наверное, да, до того как. — А вы вот лично, как не ученые, как думаете? Потому что эта тема, она периодически поднимается. По-моему, уже много лет там и законодательные инициативы на разных уровнях были о том, что давайте мы будем каким-то образом тестировать власти внущих. — Вообще инициатива была перед тем, как человек идет в государственную службу, надо сразу сажать его в тюрьму, чтобы, ну, как профилактически отсидел и знал, что... — Это как в анекдоте, да, успеш еще провиниться, да? — Да, успеш еще провиниться, да, вот примерно так. — Ну, вот по поводу, кстати, этого замечания, нужно ли, не нужно тестировать тех людей, которые идут во власть. В ноябре 2016 года, когда у нас пришел наш временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильевич, да. — В ноябре? Нет, простите, в июле все-таки это произошло. — Нет, в ноябре мы проводили целый проект, посвященный тому, что мы подбирали, наш университет подбирал губернаторский кадровый резерв. — Да-да-да-да, вот туда как раз мы тоже закладывали психологическую составляющую. — То есть вот тех, там было сколько, 20 кандидатов, не помню уже, да? — С десяток где-то выбрали, да? — Осталось, да, только 10 из 300, кто будет. — Вот они проверялись уже, да, вот по этой методике. — Да-да-да-да, то есть мы там тоже давали вероятность прогноза того, что человек склонен прежде всего реализовывать какие-то собственные потребности. То есть университет в этом плане работает достаточно хорошо. — А что конкретно вы делали с представителями резервов? — Ну там мы не брали те тесты, которые выявляют коррупциогенность поведения, потому что они находились в стадии разработки пока еще. Но мы брали личностные опросники, которые уже зарекомендовали себя достаточно хорошо и составляли психологический портрет. То есть человек... — И одна из черт там была вот как раз-таки склонность к получению личной выборы. — По дневному поведению. Мне очень термин понравился. Слушайте, красиво, а? — Ну в науке много красивых терминов. — Ну это просто вот такое, даже не по науке, он просто по-житейски. Ты сразу вот понимаешь, о чем речь. — И среди этих людей были те кто, да? — Среди этих людей, да, были те, кто мог реализовывать собственные потребности на рабочем месте. Про теневое поведение не буду говорить, потому что не имею права так говорить. Мы составляли личностный портрет, но люди, которые шли во власть для того, чтобы реализовать свои какие-то прежде всего важные для них цели, там были. — Да, и стоит добавить, что вот мы часто говорим студентов, да, все сейчас пользуются тестами. Даже те, кто их ругают, все равно используют какие-либо диагностические методики. А вообще постановка только одного диагноза, рекомендаций, полностью вот просто люди прошли тестирование. Это будет немножко, ну, не всегда корректно и правильно, потому что, ну, во-первых, надо добавлять к этому, например, где-то наблюдение, проверку, повторное тестирование. Тест, он всегда делается, даже если вот, например, тестировать, да, на высоком управленческом уровне, тест не является, ну, во-первых, юридически, да, если нет какого-либо протокола для постановки, ну, например, для принятия решения об увольнении сотрудника. Тест, он дает какую-либо рекомендательную информацию. То есть даже, например, если на высоком управленческом уровне, как мы уже начали говорить, они позволяют дать какие-либо рекомендации. И именно они показывают, что человек может где-то неправильно отрефлексировать, да, и превысить полномочия. Но он еще этого не сделал, может, не сделает. И мы можем предотвратить, спрогнозировать. То есть тест, он несет, как бы, такую гуманистическую направленность. Он позволяет предотвратить и, может быть, помочь человеку не совершить какую-либо ошибку. И что вот интересно, как раз вот наши испытуемые, да, в нашем магистрском исследовании, люди показывают высокие показатели саморегуляции интеллекта, да, но именно у многих из них западает рефлексия. То есть, например... Объясните проще. Самоанализом люди практически не занимаются. Не занимаются. Да, да. Вроде свойства всех русских людей. Да. С утра до вечера только рефлексировать. Самокопание, самоанализ. Самоанализ, он бывает разным. То есть, например, у многих из них очень высокий уровень самодостаточности. Я такой молодец, я все умею, я все понимаю. И он настолько увлекается своей самодостаточностью, что, собственно, попадается именно, ну, грубо говоря, на какой-то мелочи и ошибки. То есть, он всю ситуацию проанализировать не может. То есть, вот это именно самоанализ, рефлексия, да, вот всей системы, где он работает, она начинает западать. Потому что, ну, он как бы слишком, ну, может быть, ну, в кавычках назовем это, зазнается, да. То есть, он начинает не видеть какие-то моменты. Как говорят, поле не видит. Да, не видит поле, так и думает, что он всегда прав. И это вот именно психологические вот эти составляющие, ну, вот описаны в нашей работе. Бывают у человека проблемы, например, с прогнозированием. Когда человек выполняет какое-то действие, совершает какой-то поступок, а последствия ближайшие, длительные, долгосрочную перспективу он просто не видит. Гонится за какой-то там сиюминутной выгодой. А ведь могут быть последствия действительно очень-очень пагубные от какого-то единичного поступка. То есть, это тоже связано с самоанализом личности. Поэтому типологии бывают очень-очень разные. Вы спросили нас, почему это батарея тестов, да, и насколько они достоверны. Вот по поводу этого хочу сказать, что ведь, смотрите, качественный научный инструмент и тесты, они не всегда представляют собой структуру, только связанную с какими-то опросными техниками. Мы включаем психосемантические методы, которые идут гораздо дальше по своему пониманию. Так вот, насчет психосемантики, если можно чуть-чуть поподробнее. Просто, чтобы люди поняли, что это такое за методы такие, с чем они связаны. То есть, в батарее методик, связанной с диагностикой коррупциогенного поведения, сам тест выглядит очень интересно. Там нет вопросов. Что вы делали, например, вчера вечером? А давайте для примера... Так вы провели прошлое лето, да. Давайте для примера озвучим, какие вопросы присутствуют. Ну, примерно так вот, да. Сергей Эдуардович. Ну, вот я приведу пример. У меня студент писал курсовую по как раз политическому восприятию. И, например, мы давали одну и ту же ситуацию прочитать испытуемым. И надо было оценить по определенным конструктам. Но они были даны неявно. То есть, например, да, я считаю, что там Петя Иванов был такой-то. Предположим, оцени человека. И там есть всегда два прилагательных. Они полюсные. То есть, черное, белое, добрый и злой. И он должен оценить, к какому полюсу, то есть слева или справа, он более склонен. И соединяя все вот эти прилагательные, мы получаем как бы более индивидуальную картину мира каждого испытуемого. Вот это и есть психосемантические методы. Они позволяют как бы выявить более, ну, скрытую, а более индивидуальную картину мира. То есть, неявную. То, что человек не говорит. То, что он предпочитает утаивать иногда. Вопросов в лоб нету. Правильно, взятку нету? То есть, как бы логика у человека отключается, он думает о другом, а выдает какие-то другие свои секреты таким образом. Есть определенные опросники. У нас, собственно, есть такой феномен в диагностике. Мы его называем социальной желательностью или социальной фасцилитацией. Когда испытуемый стремится ответить, как бы показать себя лучше, чем он есть. Ну, наиболее известный, наверное, многие из радиослушателей заполняли. И там, например, утверждение. Я никогда не повышаю. Не перехожу дорогу в неположенном месте. Или я никогда ни на кого не повышал голос. Ну, давайте честно. Наверное, каждый из нас, была какая-нибудь минутная ситуация, где вы сделали так. Но вы не будете это показывать, вы ответите. Но дело в том, еще не забывайте, что очень многие люди стараются не помнить своих вот таких нехороших действий. Они как-то уходят у нас далеко. Мы про них просто не вспоминаем. Мы по-честному отвечаем. Никогда не повышал. А потом, когда уже начинаешь вспоминать, то, ой, Господи, скольким же я меня нагрубил за жизнь, а ужас. Да. И вот психосемантические методы неявной работы позволяют как бы повысить качество ответов и достоверность, собственно, результатов. Мне еще хочется вас расспросить поподробнее о вашей работе как раз-таки с осужденными. Вам сразу некий список предоставлялся сотрудниками ФСИН, тех людей, которых вы будете опрашивать? Либо вы сами, то есть вы знали, как зовут, по какой статье осужден. Да, они были выбраны, собственно, по статье, на которой они осуждены. Выборку не вы осуществляли, сотрудники ФСИН вам предлагали уже. Мы создали как бы предложение, что нам бы хотелось протестировать именно таких заключенных. А по какой статье можете сейчас сказать? В данном случае это уже... Как там у нас? Ну, коррупционное... Да, много же взятка то же самое. Мошенничество тоже коррупционное. Ну, мошенничество не считается коррупционным. Мошенничество, коррупционное, экономические преступления. И именно этим испытуемым только их согласие, то есть, собственно... А, согласие все-таки спрашивали. Да, то есть насильно нет ни в коем случае. То есть им предлагалось заполнить, собственно, эти методики. А вы знали или знаете, что это за люди, что они раньше возглавляли? Может быть, там есть такие персоны, у которых у всех на слуху? Потому что в последние годы у нас прям череда. В данном случае... Мы не имеем права эту информацию транслировать. Да, по-первых, профессионально мы не можем распространять имена. Да или нет. Но были известные люди. Но были известные люди, нет? Нет, вы нас клоняйте к ним. Мы не говорим назвать фамилии. Мы просто просим, что были известные люди. Можно сказать, что были люди, имевшие высокое управленческое положение. Нам же хочется знать, просто, какого уровня человек. Какой статус стоит. То есть это не тот врач, которому коробку конфет подарили. Да, что-то более серьезное, наверное. Да, высокие управленческие посты они занимали. Это да. То есть выбирались управленцы, которые, собственно, имеют статью за экономические и коррупционные преступления. Но нам были интересны, собственно, совокупности испытуемых, чтобы получить и статистический результат. 71 человек. 71 человек. 71 человек. А мужчины, женщины? Это только мужская выборка. Только мужская выборка, да. А вот, Сергей, еще вопрос такой. Когда вы говорите, что это имеет дикий рекомендательный характер, то есть, в принципе, вы провели тест с неким сотрудником, условно говоря, управленцем. Вы ему сообщаете результаты теста, что вот у вас есть такие вот вещи, или вы только его начальству об этом говорите? В данном случае это зависит от запроса учреждения. То есть у нас есть, как бы, такой параметр в нашей работе. Мы всегда работаем по запросу, да. То есть если есть запрос именно, например, от учреждения, да, и только руководства, то только руководству, да. А если необходимо провести работу с сотрудниками, то есть в дальнейшем мы планируем, вот, тестируя, как бы, и прогнозируя подобное поведение, мы планируем серию, например. Например, предположим, какая-либо компания может к нам обратиться, мы можем провести подобного плана исследования и провести какую-либо тренинговую работу с сотрудниками той или иной компании или учреждения. То есть уже тренинг какой, чтобы они не делали того, что не надо делать, да? Повышение, например, вот как мы сказали, да, вот рефлексировать, всегда проанализировать ситуацию. То есть мы, например, сделаем акцент на повышении качества и рефлексии его управленческого поведения. У нас вот Галина Ивановна Корчагина, она очень крупный специалист в области вот как раз и тренингов, бизнес-коучинга. То есть она этим и занимается. Еще небольшую ремарочку хочу по поводу того, как предоставляются результаты, чтобы не было у слушателей некоторого искажения информации. Если психолог проводит исследования, это компетентный психолог, и если испытуемый дает запрос на получение обратной связи от психолога, психолог всегда эту связь предоставляет. Но начальству колонии, например, не было доложено пофамильно о том, какие результаты были получены нами. Мы даем отчет в среднем по группе, в среднем по... То есть обезличенная информация идет уже, да? Да, обезличенная информация, потому что психологи не имеют права выдавать конфиденциальную информацию, даже если она была получена в целях какого-то научного исследования. Даже, например, когда проводится тестирование, вот студент приходит, вот у него есть бланк тестов, например, он протестировал 80 детей на школьную тревожность. Даже, например, написать инциал, например, Петя Иванов, ПИ, это все равно тоже не всегда считается правильным, потому что, ну, например, кто-то может узнать, что ПИ, догадаться, да, явно, что ПИ... Но если ПИ, может быть, не догадаются, если там будет, например, ШЖ, то ясно, что это некий уникальный человек с такими инциалами, да? Свербежные коллеги, ну, вот, и любят, например, можно написать никнейм, ну, вот, например, в своей диссертации, то есть у меня там 229 человек, они, собственно, написали свой какой-либо ник, ну, например, как там в чате или контакте, да, только главное указался, да, шифр, и это их, как бы, как бы им легче и вот повышает безопасность тех или иных данных методик. Сейчас меня накрывает, знаете, осознание важности, собственно, деятельности работы наших гостей, это же в том числе вопросу госбезопасности, да? То есть на будущее, на перспективу... Перспективы, да, очень-очень. Вот такое тестирование, оно же вам может позволить избежать крупных бюджетных потерь в том числе, да? Ну, если не просто тестирование, если, правильно говоря, если после этого идет некая работа, некие тренинги, чтобы этого не происходило, на самом деле, потому что если просто сказать, что человек склонен, а он себе работает и продолжает свои склонности реализовать, то это не совсем правильно, мне кажется. Так, у нас сейчас реклама небольшая, мы скоро вернемся. В Левянском госуниверситете создали тест на выявление склонности к коррупции, такая у нас тема, упрощенно говоря. Сергей Дровосеков и Анастасия Горбушина в нашей студии, преподаватели кафедры практической психологии ВИАДГУ. Хочется знать, сейчас над чем работаете, вот как вот дальше эта тема развивается. Ну, и, безусловно, о качестве психологов хочется еще поговорить и о деятельности Центра непосредственно психодиагностики и консультирования ВИАДГУ. Итак, вот в дальнейшем, во что это еще... Пока у нас была пауза, Анастасия тут что-то очень горячо хотела сказать. Анастасия, скажите сразу, потом забудете. Мы говорили о диагностике коррупциогенного поведения и съехали потихонечку на тему того, чем отличается профессиональная психология от житейской, обывательской психологии, чем отличаются хорошие научные тесты диагностические от того, что сегодня повсеместно можно найти в интернете. И нужно говорить о том, что профессиональный психолог, он следует определенному набору этических принципов. Это своего рода клятва Гиппократа, которая у нас есть, но она неофициальная. То есть мы не имеем права, например, разглашать результаты, полученные от нашего клиента. Мы должны следовать принципам научной честности. Мы должны обязательно давать возможность человеку получить обратную связь от нас. Мы должны помогать человеку находить его ресурсы, поэтому психологи во многом действуют во благо человека. К сожалению, у нас не всегда это всех понимают. И бытует такое мнение, что психология – это ерунда, мы можем найти любой тест и получить свои знания о себе. И очень часто оказывается человек с этими знаниями не всегда хорошими, например, склонности к суицидальному поведению один на один. Но психолог – это прежде всего помогающая профессия. И как оказывается, психология – это наука, целая наука, которая использует очень хорошие такие фундаментальные, измерительные способы диагностики, которые позволяют получить очень точный результат. Поэтому я думаю, что если наша научная разработка найдет применение, и мы в рамках Центра диагностики и консультирования ее будем продвигать, это будет огромный плюс. Может быть, мы хотя бы что-то сможем изменить в существующем положении дел в нашей области. Может быть, даже и в России. Сергей, у вас желание добавить? Да, хотелось добавить, да, на болевшем. У меня очень много друзей, не имеющих психологическое образование. И да, я часто встречаю фразы, «Ой, так я и тест сам могу сделать, что-то узнать». И сразу начинается лекция по психодиагностике о том, кто, как и зачем должен пользоваться методиками. Тут какая особенность, немножко небольшой экскурс. Наши, например, американские коллеги, у них крайне жесткий стандарт. Грубо говоря, это где-то там страниц 300 профессионального стандарта психолога. Есть такая крупнейшая в мире ассоциация АПА, Американская психологическая ассоциация, то есть самая массовая и самая солидная организация психологов. У нас такая организация есть, это Российское психологическое общество. Вот наш профессор. А у вас стандарт такой есть на 300 страниц? Не на 300. Не на 300, но такой стандарт работы, использования методик, и вообще любой практической работы психолога, он существует. Вот это РПО Российское психологическое общество. Вот наш профессор, она руководитель Кировского отделения РПО. какие здесь моменты бывают? Вот по поводу исторического экскурса. Когда началась перестройка, вот советская психология, она не так активно, может быть, не так массово использовала профессиональные тесты, и вот после перестройки Россию заполняет огромное количество книжек, которые сейчас каждый может, придя в любой книжный магазин, найти. Изначально, да, западные, то есть там лучшие 100 тестов, лучшие, там сборники и так далее. Какая особенность? А в первую очередь, ну, не вдаваясь в технические особенности, там, ну, скажу, 6 видов валидности, 3 вида надежности, большие выборки для проверки. То есть, чтобы сделать один тест, который, например, занимает 50 вопросов, да, вот у меня в диссертации 40 вопросов одного теста. Так вот, в течение 3-х лет я перепроверял каждое из утверждений, прежде чем вот уже выдать миру. И что произошло? Например, брали какие-то англоязычные тесты и их просто переводили со словарем и печатали вот эти сборники. Проверить, насколько они работают, очень много специфики. Во-первых, мужчины и женщины отвечают по-разному на одно и то же утверждение. А какие-либо, сейчас очень популярное направление, кросс-культурная психология. То есть, люди в разных странах, ну, например, вот есть исследования. В разных этносах тоже отвечают по-разному. Напоминается исследование Митина Ольги Валентиновны из МГУ. Они изучали вот психосемантическими методами, да, то есть модели, образ женщины у российских и у американок, да. То есть, отсылают там, кому интересно почитать. Но, собственно, даже вроде бы и там девочки, и там девочки. Но отношения к определенным шаблонам поведения совершенно разные. В том числе и в отношениях с противоположным полком. Да, да. То есть, к чему я, чтобы сделать профессиональную методику, надо, во-первых, это затратно по времени, это требует большой работы. И, опять же, да, можно прочитать вроде бы знакомые слова, но именно особенность психолога в том, что он знает, как интерпретировать, как объяснить результаты того или иного теста. Вот есть, наверное, многие вот встречали такой цветовой тест Люшера. Вы в интернете его видели, да? Вот выбери несколько цветов. Очень много где появляется. Нажми онлайн и получи характеристику. Так вот, у нас в центре закуплен настоящий профессиональный тест Люшера. То есть, это полностью из швейцарского института имени Люшера. Так вот, даже в методичке швейцарцы пишут, что никаких онлайн-тестов нет. Даже каждый цвет, который они измерили, он 40 лет. Каждый оттенок там оранжевого цвета проверялся. То есть, выборки за более чем десятки тысяч испытуемых. И только в личном. То есть, материал дается именно только на бумаге, только карточки и никаких онлайн-тестов. В общем, онлайн это такая жалкая, жалкая, жалкая копия. Нет, ну это нормальное, веселое времяпрепровождение, не более того, просто так относиться к этому нужно. Не нужно принимать это как именно какой-то психологический диагноз, какое-то тебе дальнейшее руководство к жизни или еще что-то. И есть такая особенность, но наши вот коллеги в вузах, по идее, вот любая методика, которой пользуется психолог, она должна храниться в сейфе и использоваться только психологом. И не выдаваться в массы. Да, ну потому что, во-первых, качество методик снижается. Ну вот, например, тестируем готовность в школе, там вот тест интеллекта равенна, да, очень известный тест. Ты приходишь и дети, повторно их тестируешь, да, вот, например, деток 6-7 лет, и они показывают высокие результаты. А потом в беседе, то есть надо не только протестировать, а еще побеседовать. В школах даже многие воспитатели этим пользуются. Каким образом? А, ну, методику они дают, ответы считают и все. То есть у детей уже об этом пишут профессиональные ученые типа Анастасии, тренировка. То есть они уже просто натренированы на эти тесты. То есть они уже знают, что писать? Да, да. Это вот, например, каким-либо учебным тестом. Ну это как ЕГЭ, то есть он уже знает, что здесь надо вот это, вот здесь это, и тогда получишь хорошую оценку. А начинаешь потом разговаривать, и понимаешь, что совсем не так. Да, дополнительные методики вводишь, перепроверяешь. И поэтому у нас какая особенность? Нашим американским коллегам очень сложно понять, как профессиональные тесты можно найти Google в помощь. То есть это, конечно, не очень хорошо. Качество работы психолога из-за вот этой постоянной открытости. То есть мы не скрываем, но это мешает объективности исследования. И да, мы на лекциях студентам разъясняем, есть понятие светских тестов, оно описано в литературе. Это вот какие-либо журналы, например, там, не знаю, какой-нибудь Космополит. Ну да, да, да. А житейские, для развлечения, для времяпрепровождения. А профессиональный тест, он не для развлечения, он для исследования личности. Ладно, мне хочется, Саша, позволяем все-таки вернуться к нашим дорогим, любимым коррупционерам. Мне кажется, вообще просто к центру надо уже. Нет, просто мне хочется понять, что дальше-то будет, как этот проект дальше будет развиваться? Итак, значит, сейчас уже определена батарея тестов. Мы сейчас хотим более подробно еще раз перепроверить, так, все результаты. У нас в дальнейшем заключен договор о научном сотрудничестве с УФСИН. Мы также продолжим исследование. Вы туда еще отправитесь? Да, мы еще отправимся, будем тестировать. И в дальнейшем это итоговый какой-либо или, собственно, бланковый, то есть бумажный вариант батареи тестов или определенная программа. То есть те же тесты, но в какой-либо программной оболочке. Ну и также мы планируем, как мы сказали, прогнозирование, то есть создать определенную систему курсов. То есть тема эта сейчас очень популярна, она актуальна, и мы планируем проводить определенные курсы, ну для определенного круга управленцев. То есть в русле, что это? Курсы в смысле, как обойти эти тесты? Или что? Как раз наоборот. Как себя, так сказать, скорректировать, чтобы... Как устранять теневое повреждение личности? Как устранять, как прогнозировать, как это понимать? Как не поддаться своей склонности к коррупции? То есть вот та информация, которая была в СМИ, да, о том, что мы изобрели батарею тестов, она немножко, скажем так, искажена. Видите, Сергей Эдуардович сказал, что у нас 71 человек испытуемые. Для того, чтобы нам создать качественный научный инструмент, нам нужно как минимум тысячу человек. Опросить, перепроверить, еще раз уточнить. Можно сказать, что работа-то еще в самом где-то вот начале. Работа, да, ведется, но основное положение уже, направление вектора, и они определены. То есть мы не можем пока с этими результатами выходить на всероссийский уровень, но мы в этом направлении работаем, потому что это действительно очень востребованная тема, не случайно такой интерес возник к созданию батареи этих тестов и к самому центру психодиагностики. Когда вы опросите, когда вот все итоги подведете, то есть вот оформится, да, уже эта конструкция уже такая твердая, мощная, как вы ее будете использовать? Разным органам будете предлагать? Методика направлена именно, значит, и Галина Ивановна, Корчагина это тоже подчеркивает, то есть она направлена на именно работу с такой группой управленцев, где очень высокий уровень доступа, да, то есть высокий уровень доступа какой-либо финансовый, высокий соблазн такой, да, высокий соблазн, то есть ни учителя, ни врачи, да, которые считаются одними, вернее, самыми коррумпированными у нас странами. То есть именно где принимаются высокие управленческие решения, да, чтобы как раз прогнозировать и их избегать. То есть эта методика, она не предполагает такого массового внедрения, но на уровне именно топ-менеджмента, управляющих, высшего эшелона власти, я думаю, что запрос на нее будет очень велик. То есть вы и госструктурам, и частым каким-то структурам сможете проводить такую работу. Хорошо, у нас остается две минуты все-таки про Центр психодиагностики и консультирования, для чего он создан. Мы услышали уже, что в феврале он открылся этого года. Основные цели работы. Значит, у нас два основных направления. Первое, это, собственно, Центр оказывает психологические услуги по диагностике и консультированию для населения города Кирова и области. То есть наши лучшие преподаватели города, преподаватели кафедры практической психологии. Вы можете записаться и получить профессиональную, то есть консультацию или диагностику. В том случае, если человек чувствует, какие-то проблемы. Да, если у вас есть какой-либо запрос, можете к нам обратиться. Ну и второе направление, вот мы сейчас о нем длительно беседовали, это научная работа. У нас сейчас почти на 200 тысяч у нас закуплен профессиональный диагностический инструментарий. При Центре также создается... Так это инструментарий, это что? Это профессиональные методики, тесты. Какие-то там шприцы, плоскогубцы, я не знаю, что-то. Плоскогубцы мы не используем. Значит, это методики, то есть это определенные тесты в бланковом, в компьютерном виде. То есть электронные, программные, программные обеспечения и так далее. Также у нас в рамках кандидатских диссертаций разрабатывается тест готовности к управлению под руководством Нины Аркадьевны Низовских, нашего профессора. Также, ну вот можно сказать... Тест готовности к управлению. Да, то есть это профотборочный тест для будущих менеджеров. Ну, психологически опять-таки, да? Да, да, да. Готов он психологически коллективом руководить? Брать на себя ответственность за принятые решения. И сейчас разрабатывается уже версия для школьников, то есть, например, для будущих абитуриентов, то есть выявлять, например, какие-то их определенные управленческие склонности. То есть и для взрослых, и для подростков. То есть тематика у нас очень-очень разная. Зависит она прежде всего от того, какую научную разработку ведут магистранты, аспиранты, наши сотрудники кафедры. Поэтому здесь разноплановое очень направление работы. Но при центре работают наши преподаватели, которые обладают громадным опытом работы. И действительно их ценят и знают в нашем городе. То есть наши преподаватели, например, даже участвуют в определенных судебных экспертизах. То есть бывают случаи, ну, предположим, когда родители разводятся, и происходит некоторое деление ребенка, кому его отдать. Суд может запросить независимого эксперта. Наш преподаватель, например, Елена Викторовна Матвеева, она уже не первый год этим занимается. То есть она проводит определенную диагностику, то есть родителей, психологическую и ребенка. На предмет того, с кем комфортно, с кем комфортно. Психологическое, эмоциональное состояние ребенка и родителей. И независимо эти результаты, предоставляются в судебные учреждения. То есть такие экспертизы мы делаем, то есть, ну, по запросу судебных учреждений. А так, ну, наиболее популярные, может быть, запросы, которые были в этом году, ну, это, во-первых, вопрос, конечно же, детско-родительских отношений, вопросы отцов и детей, вопросы воспитания, некоторые сложности. Супружеское консультирование, вопрос личного саморазвития, ну, и, то есть у нас диагностика готовности к школе, да, то есть, чтобы понять, например, к чему склонен ваш ребенок, да, то есть математические, там, склонности и так далее. К сожалению, время наше истекло. Беседа очень интересная получилась. Я думаю, что в ближайшее время найдем еще повод говорить в нашей студии. Мы готовы. Да, здорово. Сергей Дровосеков, Анастасия Горбушина. Впереди у нас новости, тематические программы. Еще раз напомним, что второй час мужского понедельника уже будет выходить в записи. И мы тоже будем говорить преподавателю. Голоса будут наши, но нас здесь не будет. Продолжение следует...